День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на балконе. Ну что, утро красит нежным светом стены Радио Болтком. Домского собора. Радио Болтком. Да, да, да. Я на всякий случай поспешил. Мы выходим на балкон. Выходим на балкон, периодически полюбоваться на закаты и восходы. Ну, а приятно, что у нас, вот когда мы встречались в прошлый раз, мы, по-моему, там все плакались, говорили о том, что что будет вообще, вот когда же это кончится наконец-то, ковидное это время, когда пойдут какие-то мероприятия. И вот, наконец-то, они пошли, и мы уже вот прямо вот разглядываем и афиши, и билеты с огромным интересом. Елена Тонова, я уже не знаю, как вы. Я человек, живущий на планете. Живущий на планете, просто землянин. Землянин. У нас в гостях землянин Елена Тонова. Привет, землянин, есть такую комбинацию из пальцев. Доброе утро. У меня так не расходится, надо потом научиться. Как-то так, да. Доброе утро. И исполнительница главной роли. И автор идей, и практически самой пьесы. Так точно. И я подня... Что еще? Какие функции? Костюмы, значит, тоже с моей стороны будут созданы. Все, что можно было создать, создано. И я очень благодарна Светлане Кененциусу, режиссеру, которая согласилась мне помочь поставить эту постановку, потому что все-таки нужен взгляд со стороны. Без режиссуры никуда. У нас грядет арт-проект, арт-хаусный, можно так сказать. Это вне канонов театра, вне канонов концертов. Там будут и песни, которые не поются, и тишина, которая звучит. В общем, мы разве что на ноль делить не будем. А так мы будем нарушать все, что можно, и наверняка будет очень много недовольных. О чем идет речь? Речь идет о постановке «Призраки ветра», которая увидит свет 28 августа этого года в ролях Елена Тонова и Эрика Андерсона. Вот на двоих вы что-то там разыграете. Описание-то какое, да? Когда мир рушится и заново строится, когда мягкое стало колющим, когда перышки будто лезвие, когда лед на морях уже тронулся, а на дамбе большие трещины. Что пора делать в этой ситуации, Елена? В этой ситуации пора приобретать билеты и идти к нам и смотреть, что же будет дальше. Вообще там тройное дно, скажем так, и отовсюду будут стучать. Мы будем разбирать злободневные проблемы, связанные вообще с миром, с экологией, с загрязнением, с тем, до чего люди довели нашу планету. Также там будет рассмотрен совершенно банальный бытовой вопрос между мужчиной и женщиной, к чему приводят склоки в мировом масштабе. То есть, что ничего не является мелочью, что эффект бабочки все-таки существует. И на пороге находятся два человека, которые, в принципе, если они не будут вместе, то для них их мир разрушится. И точно так же мы живем в нашем мире, и если жизнь и смерть не договорятся между собой, то и мир может рухнуть. То есть там очень много таких подводных камней, как мы шутим. В принципе, для тех, кто не очень хочет погружаться в историю, будет просто занимательная, банальная, бытовая история. А для тех, кто захочет погрузиться глубже и обратить внимание на музыку, которая создана специально для этой... Кем? Я пастыха написал порядка 20 музыкальных композиций для этой постановки. Отдельно у нас видеоряд, серьезный Владислав Иванов этим занимается. То есть у нас и кино, у нас и музыка, и у нас и исполнение, и стихи, прозы не будет. Кстати, все в стихах, вся постановка полностью, она где-то там нарушается стиль, но это все специально. Очень сложная многослойная история. На самом деле, она должна была прозвучать еще два года назад, но из-за ковида она была отменена. Это как раз-таки перенесенный спектакль. И я очень рада теперь, спустя время, что она отменена. Мы его усилили настолько, что я думаю, что... Я сейчас скажу очень громкие слова, но люди, которые придут после того, как они это посмотрят, их жизнь не будет прежняя, точно. Что-то должно произойти. Мы планируем довести всех до катарфиса. А что было, скажем, вот спусковым крючком, вот идеей? Почему возникла идея такой вот постановки? Очень хочется жить мне, как всегда, и очень хочется всех заставлять жить вокруг себя, то есть использовать максимально жизнь не для страха, не для каких-то сомнений, а для реализации. Я вообще за творчество и за любовь. И свой юбилей 30-летний когда-то. Давным-давно я отмечала в Доме Москвы, я играла спектакль «Сердце стучи», и была идея на 35 лет тоже сделать спектакль, но поскольку был ковид, ничего не состоялось, поэтому это была перенесенная история, и мне хотелось этой постановкой передать жажду к жизни, потому что в ней жизни бесконечно будет много и желания жить. Я очень хочу, чтобы люди, которые посмотрят эту постановку, выйдя, они сказали, надо пора начинать, надо действовать, надо двигаться, чтобы получили такой заряд, как модно говорить, «инсайт». Костюмы. Что с костюмом? Тут видно уже по афише, что какие-то действительно наряды очень интересные. Афиши, наряд на афише не соответствует действительности, правда. А, понятно. У нас всё идёт, мы уже везде берём крайности, да, то есть у нас, получается, люди придут, возможно, смотреть что-то из картинки какой-то графа Монте-Кристо, да, такой какой-то роман или ещё что-то, но на самом деле абсолютно нет, вообще не туда, и там будет даже где-то попахивать эзотерикой, так достаточно неплохо попахивать, но в хорошем смысле этого слова. Я боюсь твоей верить, понимаете, я вас интригурую, вроде бы, или путаю. Вот с одной стороны, и то, и то происходит, потому что совершенно пока ничего не понятно, что ожидает. Будут песни, понятно, что будут стихи, будут костюмы, будет что ещё? Музыка. Музыка. И видео. И видео. Будет кино дополнительно. Танцы будут? Очень минимально. Это будет сложно назвать танцами. Ну, музыку музыкой вы назовёте, там всё безукоризненно. Ну, хорошо, запутали. Это арт-хаус, там будет разворачиваться очень серьёзная история. Практически конец света мы будем устраивать на сцене. Угу. Апокалипсис не сегодня, он откладывается на 28 августа. Да. А арт-хаусные постановки делать же проще. Неправда. Ну, что-то там вот наградил и назвал, это арт-хаус. Я художники, я так вижу. Нет, если можно накидать кучу каках-то, стошнить краской и сказать, что это картина, это одна история. Но мы всё-таки идём не… Мы идём так, чтобы оно срабатывало, чтобы это не просто была какая-то картина, а чтобы эта картина давила и на психику, и на состояние человека. То есть мы очень разумно подходим к этому арт-хаусу. Почему это арт-хаус? Потому что это нельзя назвать однозначной театральной постановкой, там слишком… Это не мюзикл, это не театральная постановка, то есть это такой микс получается, такая синергия творческих направлений. Там ещё есть и кино. Раньше это… Раньше называлось выступление в оригинальном жанре. Ну вот да. Пускай назовём это так в оригинальном жанре, но при учёте, что там есть мистические моменты, мистические вещи… Какие? В чём арт-хаусе? У нас люди в аквариумах там живут. Так… А Мишника при чём… Ну это не совсем люди, это такие гумункулы. Гумункулы. Хорошо. Зайдём с другой стороны. Детей… Вспоминаю… Да. Детей брать это можно? Нет. 16 плюс там же указано. Ага. Детей брать на это не нужно, потому что это в принципе история для взрослых. Это не про эротику и не про секс, но те вещи, которые мы там рассматриваем, ту боль, которую мы там рассматриваем, это всё-таки для взрослого восприятия. А кто в аквариуме будет сидеть, если два исполнителя – ты и Эрик? Знаете, мне сейчас и будет выглядеть очень ужасно, но это не совсем люди будут. Это гумункулы, ты уже сказала. Это гумункулы. Это как вот у вас рыбки, так у них… У нас рыбки. Но ни один гумункул не пострадал в ходе… Один пострадает. Один всё-таки пострадает. Также у нас есть хореография. Анна Матулы у нас занимается хореографией, но это опять же хореография, такая арт, это сценическое движение, это не танец. Насколько вообще в Риге сейчас распространены подобные постановки не стандартизированные, скажем так? Ну вот, не актёры, которые вышли из театров и с чем это связано? Крайне мало? Боятся? Ты, так говоришь, с неким сожалением крайне мало. То есть, тебе хотелось бы больше. Для чего? Во-первых, это возможность увидеть… Когда человек отучился много лет театру, это потрясающе, это фантастика. Я, к сожалению, только один год отучился, и то он актёра кино. Это потрясающе круто, но при этом существуют определённые шторы, определённые шраблоны, которые он соблюдает. То есть, он не может нарушать правила, потому что его так научили. Как человек, который занимается классической музыкой всю жизнь, он потом, в принципе, хулиганить особо-то и не может, потому что ему там преподаватели пальцы линейки-то поотбивали. А когда люди творческие, которые заходят и говорят, а давай попробуем, и вот на фразу, например, мы постоянно сражались с Глебом, когда я говорю ему, давай попробуем, просто перевернём эту композицию, вообще наоборот, пусти, дай мне её услышать, он говорит, это неправильно, это ненормально. Я говорю, мне без разницы на правила, мне всё равно, давай посмотрим, что, ну, определённые у людей существуют страхи. А что скажут люди? А если придут там театральные критики, как они отреагируют на эту постановку? Они же будут там говорить, что фу-фу-фу, как вы посмели. При этом я вам скажу, вот мы репетируем эту постановку уже полгода, мы её готовим уже год, а полгода мы её репетируем. Во-первых, это фантастическое удовольствие. Мы реально находимся в творчестве постоянно, мы постоянно находимся в поиске, мы открываем грани в себя, мы открываем грани вариаций, как можно воздействовать на собственные чувства, как можно воздействовать на чувства людей. И, возможно, то, что шаблонизировано, то, что уже идёт из раза в раз одно и то же, оно тоже уже не срабатывает. У нас тоже существует определённая насмотренность, наслышанность, когда мы уже можем предугадывать, что здесь будет вот так, здесь будет вот так, а здесь дальше пойдёт вот так. Если мы берём сейчас музыку, в ней очень много экспериментов, в музыке именно. Но если мы берём театр, то там совершенно нет хулиганства. Хулиганство есть в хорошем смысле. Есть музыкальное, хулиганство театральное, но так, чтобы попробовать пойти вразрез вообще каноном, я уверена, что многие театралы, может быть, даже и выйдут с этой постановки. Но при этом там не будет никакой грязи, никакой пошлости. — Лена, чтобы идти вразрез с каноном, надо эти каноны как минимум знать, нет? — Для этого есть профессиональный режиссёр Светлана Кенециус, которая закончила и режиссуру театра, она режиссёр театра, и отдельно ещё раз режиссуру кино в Петербурге. То есть она, в принципе, у неё за плечами 8 лет образования театрального и киносно. — Как складывались ваши отношения, учитывая вот такую безумную энергию и вот то, что уже, я понимаю, спектакль в голове Елены Тоновой, а вот между тем присутствует ещё режиссёр, которого своё видимо. — Очень много режиссёров отказались. То есть сказали, что нет, мы за такое не возьмёмся. Я не буду называть имена, но очень много кто отказывался. До этого у нас «Сердце стучи» было тоже со Светланой. Я думала что-то поменять тоже, как кого-то присоединить. Потом я показала свою работу Светлане, я говорю, что скажешь. Она сказала, что это очень неожиданно и это очень большой вызов. Спросила, унесу ли я его. Я говорю, я унесу уже столько времени, что мне его хочется уже показать. Она говорит, ну если ты не боишься, давай попробуем. Ну а я-то не боюсь. Вот мы пробуем, точнее делаем и будем реализовывать. Скорее всего, я почему-то убеждена, что это понравится. Потому что это очень здорово. То, что у нас вырисовывается по музыке, я давала послушать отдельные треки. Именно очень таким людям, которые не то чтобы меня всегда поддерживают, а наоборот, всё время там находят. Тут получше, здесь… — А Глип, получается, он писал музыку на стихи, уже написанные, да? — Это вообще было удивительное творчество. Часть музыки у него была, и я прихожу и говорю, смотри, у меня есть такая композиция, он говорит, круто, у меня есть на это песня музыка. И мы складывали, это всё соединялось. — То есть они вообще были написаны отдельно, идут раз и… — Да, да. И они совпали все. Ему ничего не пришлось дописывать. Они все совпали, они все соединились, как пазл. — Мистика. — Удача. — Победа. — Да. — Эзотерика. — Катарсис. — Еще рандомные слова из нас вылезят. — Ты имеешь в виду артхаус? — Артхаус. — Нет, я имею в виду ДКВ… — Ну, это скептически оба настроены, а почему? — В смысле? — Мы иронично настроены скептически. — Почему? — Чтобы эфир был живее и веселее. Без вот этого… — А, ну тут мы ездили. — Ну да. — Разрыв шаблонов. — Так ответил, потому что не надо делать. — Мы долго научились, чтобы теперь рвать шаблоны. — Скажи, а почему при всем при этом артхаус и такая классическая площадка, как ДК? Ну, весь там пир, колонны и вот это вот. — Отличный вопрос. — На противопоставлениях работаешь? — Нет, хотелось, вообще мы изначально планировали сделать это все в студии. С экранами и с экранами по бокам. У нас все было под это изначально по сценарию запланировано. Но поскольку студии больше нет, нам пришлось искать место, где есть большие экраны. Потому что огромный экран — это все-таки бюджеты. А на ВЭФе, благо, экран на всю сцену есть. Нам очень важна визуализация, потому что на ней, ну, наверное, 40% базируется того, что мы готовим, именно визуального ряда. И поэтому, выбирая из того, что есть, а у нас, в принципе, ничего и нет, мы стали искать. Мы потом думали «Атоцентр». Но в «Атоцентре» занято все до октября. В октябре я практически уверена, что мы сядем опять в Zoom. И, соответственно, все, что... Я не говорю, что ВЭФ — это плохо. ВЭФ — это не совсем в том ключе, как мы бы хотели. Потом искали какие-то индустриальные помещения, какие-то места, которые, ну, такие вообще, может быть, как Urban, ну, вообще что-то такое в разрез. Везде либо очень грязно, либо небезопасно с точки зрения... Ну, то есть можно прийти 2-3 человека, но нельзя так, чтобы пришло большое количество людей с точки зрения безопасности. Ну, где-то какие-то металлические балки торчат, еще что-то. То есть там нельзя это делать. И очень много мест обанкротилось, как оказалось, что они больше не работают. Либо они сданы под частные истории, которые потом не выкупят на ивенты. То есть у нас, в общем-то, не так много площадок в городе осталось, где можно делать мероприятия. Есть маленькие, но маленькие им немало. То есть здесь, получается, в F500 мест, и то очень так впритык, но мы будем брать еще балкон. То есть у нас площадок не так много. Или уже арена Рига, но тут извините. Еще не в этом году. — Будет ли какой-то, я не знаю, интерактив со зрителем? То есть, ну, учитывая то, что как изменить жизнь людей, там прозвучали уже эти слова. — Нет, не будет. Вначале мы планировали вообще задействовать зрителя, но потом мы побоялись, честно скажу. Побоялись реакции, побоялись, что кто-то может не справиться, что-то может пойти не так, при том, что, может быть, и не справимся мы сами. Поэтому мы решили зрителя оставить, ну, условно говоря, в покое, но обращение к зрителю будет. И взаимодействие… — То есть это четвертой стены нету? — В трех местах нету, при том прям совсем нету, при том даже через касание. — Но так как идея прозвучала… — Нас будут касаться. — Могут, да, могут. — Ну да. А так как идея прозвучала, то есть следующая постановка, она уже будет иммерсивной? Ну, ты же не остановишься на этом? — Нет, конечно, не остановлюсь. — И идея именно не конец. — Я не могу сказать, что будет дальше. — Ну, этого ты еще не пробовала. — Я бы хотела «Призраки ветра» поиграть побольше. На самом деле, если, допустим, спектакль «Сердце стучено» делалось, чтобы сыграть один раз, не умереть и забыть, да, потому что это было очень сложно с точки зрения эмоций, а люфта, как у актеров, у меня нет. Мне либо проживать, либо не играть. И, соответственно, получилось, что я исполняла роль девочки, которая прошла войну, и, честно говоря, в конце спектакля мне было уже настолько плохо, пройдя эту войну психологически, что я решила, что я больше этот спектакль играть не буду. То здесь получилось, поскольку я сама писала эту постановку, у меня такой уже мозоль на многие вещи, которые там исполняются, и мне бы хотелось еще поиграть его. То есть мне бы хотелось съездить в Венспилс, мне бы хотелось съездить в Даугавпилс, и вполне возможно, я была бы очень рада, если бы мы будем снимать ее на видео, эту композицию, потом я хочу отправить ее и в Германию, и в Англию, чтобы показать, что у нас есть. Мне кажется, она могла бы быть мощной. А почему именно видео, почему не с гастролю съездить? Трупа не такая большая. С гастролю съездить – это все-таки бюджет, пока это все происходит за накопление. Чтобы поехать на гастроли, а как туда поехать? Это значит, нужно всем все оплатить. К сожалению, я пока не могу себе этого позволить. Это же все делается на альтруизме, на энтузиазме моем. И спасибо большое, что ребята, которые участвуют, согласились на очень условный такой гонорар в этой всей истории. То есть, если что, вы куда-то ехать, нужны гарантии, что там хотя бы будет зал? То есть это вот такой, я понимаю, заряд чистой энергии, который просто пока несется на энтузиазме. Да. Очередной ему заряд энергии, который пока несется, пока не разобьется какую-нибудь бетонную стену, потом не соберется в кучу, не понесется в какую-то другую сторону, чтобы хоть раз ее пробить. То есть, в принципе, у меня по жизни не хватает пробить стену. Я пока что все время нахожусь в каком-то кубе сама. Ловим этот заряд и помогаем Елене Тоновой пробить стену. Постановка «Призраки ветра», напомним, 28 августа, ДКВФ. Ну, мы еще не раз наверняка и уверенно напомним об этой уникальной возможности. Спасибо. Что ж, спасибо большое, Елена Тонова. Удачи, хорошего, теплого, творчески насыщенного лета. Спасибо большое вам также. До встречи.